В 2004 году вышло телешоу 6 кадров. Эта передача сделала Эдуарда Радзюкевича знаменитым. В этом видео вы узнаете о непростой судьбе артиста. Когда будущему актеру было всего 5 лет, от рака умерла его мама. Эдуард помнит лишь, что последние дни жизни родительница провела в больнице. Несколько лет спустя от этого же недуга скончалась и бабушка Радзюкевича. Эдуард тяжело пережил потерю. Из депрессивного состояния Радзюкевича вытащил его художественный руководитель Юрий Овшаров. Он позвонил начинающему артисту после похорон и загрузил его работы в театре. Этим он меня спас. Я ведь мог сорваться на стакан и запить, признался актер. Но недолго Эдуард держался. Тяжелые воспоминания не давали ему нормально жить. Да и рядом всегда были друзья, готовые налить. Рюмку другую сначала выпивали, как все студенты, а потом стало все серьезно и я уходил в запои, отметил Радзюкевич. Лишь к 40 годам актер понял, что пора бы менять свою жизнь. К таким мыслям подтолкнул его сын Георгий. Актер Эдуард Радзюкевич, которому сейчас 55 лет, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей семье. Он в 2003 году женился на студентке ГИТИСа, где в те годы преподавал Елене Юровских. В браке они счастливы уже 17 лет. У них есть совместный сын Георгий. Как отметил актер, сын, когда появился на свет, полностью изменил его жизнь. К примеру, вот уже почти 16 лет Радзюкевич не пьет. Благодарен сыну за то, что навсегда закончил с одной из самых пагубных привычек к пьянствам. Как-то пришел домой в нетрезвом состоянии после спектакля, а он лежит в кроватке, посмотрел на него. И мне вдруг стало стыдно, потому что я в жизни не видел своего отца пьяным. Я подумал, почему сын должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать бред. И вот тогда твердо решил, что завяжу, через несколько месяцев лег в клинику и зашелся вот уже. 16 лет не пьем, поделился успехами. Звезда скетч-шоу, 6 кадров. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.